В 1951 году по указанию первого секретаря ЦК Компартии Молдавии Леонида Брежнева был построен республиканский стадион. Он вмещал около 22 тысяч зрителей, а футбольный газон считался одним из лучших в Союзе. Став родным домом для футбольной команды республики, он также принимал соревнования легкоатлетов, причем как республиканского, так и международного уровня. Здесь был установлен мировой рекорд по прыжкам в длину. А сегодня здесь готовятся к новому рекорду, ибо если на его месте разместится посольство США, то оно войдет в тройку самых крупных посольских комплексов в мире. Почему этого так хочет правящая ДПМ? Почему сопротивляется президент? Что думают об этом американцы, а главное мы, граждане республики Молдова? Вот о чем честно и принципиально мы поговорим в сегодняшнем эфире. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня говорить на эту тему я пригласила Григория Новака, депутата, представляющего партию социалистов Республики Молдова, и Владимира Боля, председателя Кишиневской муниципальной организации партии «Действия и солидарность». Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Как обычно свою позицию можете выразить и вы, позвонив по одному из предложенных номеров. Звонок по Молдове бесплатный. Итак, давайте вот вначале определим ваши позиции, чтобы было понятно телезрителям. Вот вы поддерживаете идею, чтобы вместо нашего республиканского стадиона было построено посольство Соединенных Штатов Америки? Если можно, не очень долго. Господин Новак. Вот на днях я услышал такую шутку, зачем посольство Америки, два здания посольства. Я вспомнил сразу господина Драгуцана, когда шутили над ним с машиной. Помните, спрашивали, зачем вам две машины? Если одна сломается. Да, но в этом случае, действительно, не знаю, почему им нужна еще одно здание, но раз уж так сильно им понадобилось, то я уверен, что правительство, муниципальные власти могли бы легко найти им любой другой участок, будь это чуть на окраине города или даже в самом городе. Но, видимо, это, скажем так, то, что дарит фактически стадион посольству США, это, видимо, бонусы, либо расплата правящей коалиции. Хотят показать своим внешним партнерам, потому что уже известно, что демократам в Европе уже никто не верит давным-давно. И есть определенные политики за океаном, которые пока что им верят или хотят им верить. Поэтому они не могли по-другому поступить, хотя они сами понимают прекрасно, что 5,1 гектаров, это больше, чем необходимо для посольства. Я понимаю, когда на этом месте могли бы построить любое другое, скажем так... Ну, мы поговорим еще, если позволите, да, о том, о чем мы могли бы... То есть, если я правильно вас понимаю, вы категорически против, так? И не только поэтому, мы против, потому что при принятии закона было нарушено ряд законодательных норм, в том числе и высшие законы страны. Поняла, об этом тоже поговорим, президент там четко выразил свои, может, вы как-то прокомментируете, мы послушаем, что думает по этому поводу господин Боля. Ваша позиция четкая? Вы за или против? Безусловно, нет. Смотрите, мы, безусловно, обеспокоены тем, что вот этот наш стадион с 2007 года стоит в абсолютно непригодном положении. И вместо того, чтобы там занимались спортом, и вы показывали вот этот ролик, очень интересный в самом начале, мы на сегодняшний день видим эти руины в центре города, в историческом центре нашего города. Не то, чтобы весь остальной город выглядел бы лучше, чем наш бывший стадион. Но, по сути, я считаю, что на сегодняшний день есть законодательная база, и она должна быть выполнена стопроцентно. То есть, если мы говорим о каких-то шагах по продаже какого-то имущества, которое принадлежит государству, то, безусловно, есть закон, и он должен выполняться в точной четкости. Если мы говорим о том, что в обязательном порядке нужно говорить с населением города, а это нужно делать, понимаете? То есть, нужно спрашивать у людей, чего бы они хотели проводить. Мы не просто говорим о каком-то маленьком участке. Вот тут сказали, что это огромный участок. Это огромный участок. И жителей города должно, безусловно, интересовать, что хотят построить на этом участке, что бы хотели жители города увидеть на этом участке. То есть, мы должны на самом деле увидеть транспарентность от и до. Все переговоры, которые ведутся со стороны государства, должны быть открыты, и все люди, жители города Кишинева, и не только, потому что мы говорим о символе Республики Молдова, должны проходить просто с открытыми картами. Все люди должны понимать, что происходит на самом деле. Я благодарю вас за ответ, и тем не менее, я позволю себе задавать уточняющий вопрос, потому что если здесь мне было все совершенно понятно, то в этом случае, в вашем случае, у меня есть маленькие вопросы. Ну вот смотрите, вы ратуете за закон. Абсолютно. Я думаю, что здесь все в этой студии, господин Новак, мы здесь все ратун за закон. То есть, вы понимаете, как это было сделано. Вы знаете, что парламент принял решение правительства, парламент проголосовал, президент вернул, сегодня парламент переголосовал. Хотя бы вот с этой точки зрения закона, мне интересно, в ваша позиция, здесь все с точки зрения закона правильно? Либо вы видите какие-то решения? Ну, тут у нас есть депутаты из парламента, он должен вам сказать, если... Нет, я его спрошу, но мне еще интересна и ваша позиция. Это же сегодня голосовали в парламенте. Ну, конечно, да. Да, то есть, в принципе... Нет, секундочку, я вас поправлю, сегодня переголосовали. Переголосовали. Голосовали еще... Дело в том, что меня интересует, вот меня как гражданина и жителя города Кишинева, не столько политика в этом вопросе, а столько, чтобы выиграл город Кишинев. Хорошо. От всего, что происходит. Правильно ли я понимаю, что ваша партия, партия, которую возглавляет Майя Санду, если я задам ей вот такой же четкий вопрос, как я сейчас задала господину Навак, вот она не скажет ни да, ни нет. Я правильно понимаю? Должен выполняться закон. Это имущество. Мы говорим про имущество, которое принадлежит министерству. Я понимаю, совершенно верно. И парламент принял решение его продать. Да. Есть законные основания для этого или нет законных оснований. Да. То есть, у вас пока нет мнения. Ну, в смысле нет мнения? Я говорю, должен выполняться закон. Ну, вот вы поддерживаете это решение или нет? Должен выполняться закон. И вот тут у нас есть представитель из парламента, кто должен нам сказать, выполнялся закон. Хорошо. Давайте тогда, если мы пойдем... Вот мне удивительно, потому что многие партии уже высказались абсолютно четко и абсолютно конкретно по поводу. Они даже не брали вот такую законодательную, знаете, основу, да? Мы же не анархисты. Для того, чтобы как-то... Мы же не анархисты, правда? Ну, я надеюсь, да. По крайней мере, чтобы мы не анархисты. Мы уважаем закон. Да, просто здесь аргументы сводятся к ряду вещей. Вот смотрите, идем вначале от юридических. Какие есть у президента, да? Значит, во-первых, первонаперво он считает, что это не дело правительства. Это все-таки муниципальная собственность. Так, господин Навак? Абсолютно. У него первая, да, у него первая такая вот претензия. То есть, ну, вообще, вы не читали вообще об этой теме? Я вам сейчас вот говорю какие-то вещи, которые, на мой взгляд, вы должны знать, ну, просто вот, вот, просто прекрасно. Ну, а вы, извините, давно так прям доверяете парламенту ваша партия? Тикетировали давно? Тикетировали давно сегодня, да. Так, вопрос о доверии. Вот, это хотя бы вот эта вот претензия. Далее еще, значит, еще был ряд юридических категорий, каких-то, с точки зрения президента. Но самое главное, это, вот вы сказали золотую фразу. Вы сказали, должно решать общество. Да. Правильно. Просто потрясающе. Что делает общество? Если вы не знаете, скажу. Организовывается специальная группа, и подписывается петиция. Петиция с просьбой для того, чтобы этого не делать. Они обращаются к посольству Соединенных Штатов, да, и в этой своей петиции они излагают все свое видение. Очень много людей ее подписало, очень много неправительственных организаций. Они, значит, что говорят, что это, вот этот комплекс, да, представляет собой перспективную территорию для организации многофункциональной рекреационной зоны для жителей города. Да? Здесь нет законов, да, как вы говорите. Здесь, вот видение, сочетание зеленых насаждений, они видят это место для организации спортивного досуга, детских игр, просветительских, значит, и музыкальных мероприятий. Вот, то есть, вот, понимаете, к ним обязаны прислушаться. Начнем с этого. Обязательно в порядке. Вот здесь нет юридического, а вот так. Абсолютно. Я хочу еще более того, я хочу видеть вот этих людей с этой петиции, вот рядом с Гугуцей, я хочу видеть этих людей рядом с Молдээкспо, где строится жилой комплекс, жилой дом прямо на территории парка, понимаете? Вот я хочу видеть этих людей везде, вот где строится и нарушается закон. Вот я их там хочу видеть всех. И не важно, это социалисты, они голосуют за социалистов, за ДПС, это абсолютно не важно. Мы говорим про жителей города Кишинева. И я абсолютно уверен, что должны проводить обширнейшие, просто обширнейшие переговоры. Кстати, господин Болеон, сколько стройок незаконных остановила партия Действия Солидарности в муниципе Кишинева? Мы молодая партия, мы занимаемся двумя стройками. Мы тоже как бы не старая. Ну, вы давно уже, вы имеете парламентария, вы имеете ДПС. Ну, я вам скажу, мы начали сразу с первых же дней, мы уже, будучи в другой юридической организации, занимались этим. То есть, это не вчера начали, мы занимаемся этим давно и по сегодняшний день занимаемся. Мы остановили, я уже не помню, сколько их по счету, очень много. Правда, что очень много не удалось остановить, потому что там были решения суда, там было уже поздно что-то делать. Господин Григорий, я вам хочу сказать одно. У вас есть муниципальные советники, в чьи функции напрямую входят не то, чтобы остановить, а не допустить вот этого строительства. Нет, секундочку. А вы меня спрашиваете. Я говорю, у вас есть юристы в партии. Вот вы говорите про то, что женщина рожает. Это замечательно. Нет, у вас в партии есть юристы? У нас есть юристы в партии. Есть юристы, правильно? А почему бы вот эти юристы не подали бы иск от имени жильцов, то есть составить все делопроизводство юридическое? Мы занимаемся. Так вот, я спрашиваю, сколько. У нас два случая на сегодняшний день. Два случая всего лишь. А я продолжу аргументы. То есть вот я привела такой аргумент. Я думала, что на основе того, что есть неправительственные организации, они выдвигают, может у вас сформируется мнение. Не сформировалось. Возвращаю тогда к юридическим аргументам. Вы же юрист по образованию тоже. Ну, да. Историк больше. Но вы же факультет права, по-моему. Ну да. Но я не работал юристом, поэтому я не могу себя назвать юристом. Но у вас это образование есть? Извините, я тщательно готовлюсь, когда к эфирам, я поэтому знаю вашу биографию. Я не представлялся никогда юристом. Вот. Ну, зато я знаю, что вы закончили юридический факультет. Смотрите, что говорит президент. В проекте четко не обозначено, кто становится владельцем земли. Так как в тексте сказано, что владельцем становится тот, кто будет строить на ней здание. Тогда почему вы привязали запчек американцев? Вот. А знаете почему? Это что, слухи или что? Когда голосовали вот в прошлый раз, то есть в первом Мы не к американцам сейчас пока прицепились. Мы прицепились к тому, к кому это надо. Когда голосовали в первом чтении, я в парламенте задал вопрос конкретно докладчику. А может ли любая другая организация, будет некоммерческая организация, либо любое другое посольство, кроме посольства Соединенных Штатов, вот претендовать на этот участок? А если что, нет. Нет. А почему? Если там не написано в законе, что это под них. В законе написано под них, в информационные обращения посольства США. Нет, ну смотрите, с 91-го года по сегодняшний день в Республике Молдова происходит, тут очень сильно все политизировано, потому что мы начали уже предвыборную кампанию, так называемую, хотя мы не имеем права, и мы выбрали вот этот субъект, и мы начали разговор о нем. Хотя мы, если говорим про Молдову на сегодняшний день, вот параллельно с этими событиями, которые сегодня они проголосовали в этом парламенте, конечно, я считаю, что, я поэтому и сказал, что я считаю в обязательном порядке, в обязательном порядке, нужно выполнять все, что написано в законе. Решило правительство продать, решил парламент продать, должны посмотреть в законе. Для этого есть депутаты в парламенте, которые должны проследить и выйти и сказать, не я, не вы, не кто-то другой, а депутаты. А можно я спрашиваю, почему некоторые решения парламента в вашей партии настолько активно комментируют, настолько, что она привлекает и зарубежных экспертов. Вы прямо оторвали у меня. И что, да, вот и вы сети. Потому что от этого зависит все наше будущее. Посмотрите, этим летом. Секундочку, дайте, я закончу, я предоставлю. Смотрите, вот насчет некоторых решений парламента. Вы в Брюсселе ездите, в Соединенные Штаты, везде возмущаетесь. А вот тут вы говорите, а мы не депутаты, мы не юристы, и мы не знаем, вот как они решат, а вот мы потом посмотрим. Ну и продадут они, не продадут они. Если они выполнят закон, это все будет легально. Не будет легально, а то аннулируют после этого, и все. Секундочку, они уже не выполнили. Все, уже они не выполнили. А я вам скажу, они нарушили статью 2, статью 9, ну, статью 2 часть 1, статью 9 часть 2, статью 32 и статью 34 Конституции Республики Молдова, статью 21 Международной Декларации по правам человека, статью 29 Закона физической культуры и спорта, ряд, очень много этих постановлений правительства, которые, если я могу прочесть все, но их очень много. У меня сейчас вопрос. Согласно законодательству Республики Молдова, вы как депутат, ваши шаги. В случае, если вы увидели такие грубые нарушения законодательства, почему вы их не делаете? У вас есть только депутаты в парламенте. Секундочку, какие? Ну, вот вы пронумеровали сейчас, вы и сказали, какие нарушения были сделаны. Ну, так, я не знаю, Конституционный суд, Генпрокуратура, еще куда-то, нарушили закон. Я вам скажу больше. Я лично сегодня требовал, чтобы этот вопрос сняли не только с повестки дня сегодняшнего заседания, а вообще с повестки дня парламента. И вы при этом сказали эти аргументы. Конечно, сказал. Вы заявили свои аргументы. Можете посмотреть заседание парламента, я озвучил вот эти аргументы. Так. Я озвучил не только эти аргументы, но ряд других аргументов, почему, потому что это не моя личная прихоть. Я поняла, в чем дело. Господин Боля, можно вопрос такой? Вы будете баллотироваться в депутат? Нет, мы еще не знаем. Ну, вообще, у вас такое намерение. Ну, будет в Господин Боля, 100%. Намерение, вот. И тогда вы придете сюда, как мне, в эту студию, и я вас спрошу, когда вы какой-нибудь закон попытаетесь, чтобы наоборот или принять, или в повестку дня, и вы будете говорить со спикером, ну, может, вам со спикером повезет больше. Ну, вот вы знаете, так бывает, что очень часто какие-то инициативы, которые вносят оппозиции, их никогда практически не рассматривают. Людмила, можно вот в этом контексте вопрос к господину Боле. Международная практика показывает, что, то есть, практикуется на уровне ряда других стран, когда одно государство дает другому государству кусок земли под строительство, там, посольство и так далее. Но, второе государство обязуется вернуть ему на его же территорию такой же, скажем так, кусок земли. В этом случае, вот, ну, мы же знаем, что вы дружите с американцами, да? Вот по-дружески так. Вот пойдете вы перед посольством Америки и скажете, ну, господин посол, ну, верните нам, вот дайте нам пять с чем-то гектаров в Вашингтоне. Ну, будьте, ну, мы же с вами вот дружим, вот по-дружески так, по-человечески, по закону, мы не клянчим это, мы требуем свое, в принципе. Сделайте это. Что вы хотите услышать от меня сейчас? Мы проголосовали каким-то образом в парламенте за Мы не проголосовали, секундочку. Это наше решение было. Да. Но вы, как не парламентская партия, у вас других рычагов, кроме вот таких неофициальных просьб, не иметь. Но по-дружески видим, что иногда, когда хотите, можете, то есть, я сам выедет. Ну, почему же, лидер партии, у нее бывает ряд встреч достаточно высокого уровня. Вот я вам ответил в этой передаче, что мы выступаем, что мы выступаем за соблюдение законодательства, действующего законодательства Республики Молдова. Что вам не нравится в этом ответе? Нет, хорошо, это мы тоже сами. Нет, что вам не нравится в этом ответе? Можно я ответить? Мы не являемся членами парламента. Да. Мы не выступаем, не за... Давай, не давай. Господин Воля, это прекрасный ответ. Ну, так... Ну, знаете, в чем проблема? В чем? Это так, как вы, говорят все, кто приходит в эту студию. Ну, так замечательно. А о чем говорить сейчас? Понимаете? Вы говорите об анархии, что я выйду с зилами, убью, Но наша ситуация в стране не такова. Все, кто приходит в эту студию, все говорят о том, что они соблюдают закон, все говорят о том, что они уважают Конституцию, все говорят, что они исключительно за верховенство права. Но потом случаются какие-то такие вещи, благодаря которым международные структуры говорят, что у нас большие проблемы, черт возьми, в судебной реформе. Смотрите, очень хорошо. А давайте мы поговорим о очень хорошем и интересном вопросе. Давайте мы по этому вначале по стадиону, потому что вы начали говорить уже об американцах, и останется время, обещаю вам. Я говорите об американцах. Ну, вы сказали, что этот участок... Людмила, на самом деле ответ простой. Вы начали говорить про американцев. Он не хочет портить отношения с Соединенными Штатами, как и мы, в принципе, не хотим испортить, но, по крайней мере, мы указываем, в том числе нашим американским партнерам, что, господа, смотрите, хорошо, но давайте, раз уже решили передать этот стадион вам, ну давайте хоть закон-то нужно соблюдать или нет. Вы знаете, вот господин Петит уехал и не так и не сказал ничего конкретного. Господин Петит сказал некоторые вещи, я их сейчас процитирую. Он успел сказать какие-то вещи. И к дополнению господина Григория хотел бы сказать. Во-первых, давайте подождем окончательный документ. Посмотрим, если покупатель является американцем. Если они выполнили с законодательной точки зрения все шаги, которые должны были выполнить государство или правительство или парламент, при продаже. Ну так вот, вы говорите об одних. Посмотрим окончательный документ. Посмотрим все в конечном итоге. И если Конституционный суд, например, скажет все классно, вы сразу поверите, правда? Мы очень верим Конституционному суду. Я заметила, это ваша слабость, именно вашей партии. Причем зависит от того, это выгодно вам или нет. Я подчеркиваю, мы очень доверяем. Я поняла. Что значит Конституционный суд? Мы подали 500 раз различного рода, даже думаю больше, жалоб и контестации. И сколько из них вашу пользу было решено? Секундочку, секундочку. И вы по-прежнему так любите Конституционный суд? Людмила, я не расслышал до конца. Вы молодец. Что вы подали? Ну различного рода, после всех выборов мы подали Конституционный суд? Да. Ну не Конституционный суд, я не юрист. В Конституционный суд? Нет, мы в Конституционный суд подавали различного рода апелляции. Так вы же не субъект подачи заявлений в... Ну через другие какие-то... Нет, ну смотри, ну например Андрей Нестас и выборы, да, он же подавал, наверное, какие-то там... Так секундочку, я просто знаю, кто является субъектом, имеет право подавать и... Они же являются сейчас большими соратниками, я правильно говорю? Поэтому это как бы, с этой точки зрения, наверное, это можно как-то рассматривать. Хорошо. Есть, по-моему, 38-я статья Кодекса Конституционной юрисдикции. Ну вас должно радовать, Григорий, то, что хоть один человек в этой стране на 100% доверяет Конституционному суду, несмотря на то, что тот ни разу не вынес вердикт в его пользу. Идем дальше. Реакция самих американцев. Вы правы, она интересна. Я вот, когда вся эта ситуация начала развиваться со стадионом, я все время ждала. Ну вот пусть они и скажут. Вот они же видят, что части общества, люди, которые формируют общественное мнение, люди, которые настроены весьма позитивно к Соединенным Штатам и к тому, что они даже делают в Республике Молдовы, и то они, мягко говоря, они не поддержали это. И я думала, какой же будет реакция. Господин Петит прокомментировал. Вот что он сказал. Он отметил, что необходимость расширения возникла по причине того, что и команда посольства стала за это время больше. В настоящее время многие сотрудники депмиссии сидят в разных офисах. Слушайте внимательно. Сидят в разных офисах, а их хотят объединить под одной крышей. Проблема, да? В разных, а хотят под одной. Петит считает, что строительство нового посольства на месте республиканского стадиона будет и в интересах граждан, так как стараниями США в Кишиневе станет на один пустырь меньше. Вот справедливый камень в наш огород, последняя фраза, станет на один пустырь меньше. Это камень в огород власти. Потому что если он в конце как бы сказал, что он думает по поводу того, что если мы много лет, у нас в центре города пустырь, здесь он прав. Комментарии ваши? Проблема какая у Соединенных Штатов? Ну я думаю, власти Республики Молдова могут справиться с этим пустырем и без вот таких указаний господина посла. Как по мне, вот это немножко выходит из рамок дипломатии. Ибо дипломатия это немножко другое. Но то, что сказал господин Петит, что нужно всех объединить под одной крышей. Это говорит о том, что вот все те партии, которые получают разного рода указаний из посольства США, нужно уже зал побольше. Их что-то стало много в последнее время, видите, очень многие летают. В том числе даже господин спикер начал так часто летать, он по-моему не летит ни в одну другую сторону. Вы были в посольстве США, которое сейчас на Матевевича, да? Да, я был. А вы? Нет, ни разу. Ни разу не были, да? Там действительно какие-то претензии к территории, там все тесно, кабинетов нет. Мне просто интересно ваше впечатление. Я не буду делать далеко идущие выводы. Я получал там визу. Просто мне вот интересно. Я в этих административных кабинетах был, не гулял по всему посольству. А что так, к Янкам поехали? Вы знаете, вот мы говорим... А что поехали? Пригласили, поехали? Да. Вот мы говорим про то, что говорил господин Петит. А вы же говорите, что мы со всеми должны дружить. Вот поэтому господин Наваг и старается. Мы говорим, что мы уже дружим. А, вы уже дружите. Я не буду говорить про некоторые страны. Хорошо. Вот вы сейчас привели то, что сказал господин Петит. Я не вижу там вообще никакого криминала. Но сказал, что ему нужно больше территории. И что с этого? А еще... Я понимаю, да. А в это время, вот в это время, летом вот этого года проголосовали закон об фискальной амнистии. Да. Понимаете? Вот это интересно народу. Это интересно. А еще... И после этого, вот сейчас в Молдове, вот именно после того, как проголосовали этот закон, мы сегодня имеем приватизацию АР Молдова. Вы хотите поменять сейчас тему? Абсолютно. Нет? Потому что вот эта тема, я не думаю, что она интересна жителям республики Молдова. Ой, как и не представляется насколько... Мы сегодня говорили об этом просто... Она настолько интересна. Сегодня этот закон пришел, вернули в парламент и его проголосовали. Я объясню еще почему. То есть вы считаете это не важным? Это очень важно. Но мы должны дождаться до конца и посмотреть, что оно будет на самом деле. Я вас понял. То есть эта тема важная, правильно? Это важная. Но неудобная для вас. Но она не до конца. Что значит неудобная? А потому что столько вопросов я задал вам, вы ни на них не ответили. Какие вопросы? Что я вам не ответил? Вот сегодня вы провели акцию протеста, да? Да. Почему сегодня ни слова вообще... Потому что вы знаете, скажем, повестка дня парламента, она в общедоступном пользовании. Все кто угодно заходит на сайт парламента и смотрит. Да. Еще вчера было после заседания постоянного бюро. Вы ни одного слова не сказали про стадион. Либо вас... А если вы оппозиционная парламента, почему вы не вышли вместе с нами? По барабану. Почему вы не вышли вместе с нами? За основные проблемы? А мы были в парламенте и воевали с этим. За то, что государство захвачено. Мы воевали парламентом. За то, что аннулировали выборы. Почему вы не вышли по основным вопросам? Вы смотрели заседание парламента. Что вы привязались к этому стадиону? Давайте дождемся до конца. Мы придем к власти аннулируем, если он будет не закон. Вы смотрели заседание парламента? Мы подняли ряд вопросов по вакцине, по стадиону, по миллиарду, по всем вопросам. Почему вы промулгировали закон об аннулировании, вы понимаете, об фискальной амнистии? Ваш президент, ваш председатель партии промулгировал закон. Я понимаю. Я все время буду... Это основная проблема. Мы сейчас прыгаем с одной темы на другую. Мы говорим, что мы начали про стадион. Вы мне рассказываете сейчас, что вы беспокойтесь про тех бедных собачек, которые там бегают, что негде будет жить им. Давайте дождемся. Я говорю, мы должны выполнять законы Республики Молдова. Вы на вопрос ответьте или нет? Я задаю вопрос, почему мы их меняем каждый раз, когда кому-то выгодно. Я вас понял. Вы сегодня не смотрели заседание парламента. Я его никогда не смотрю, потому что там нечего смотреть. Вы не видели, что мы там обсуждали. А мы подняли ряд... Я вам советую, посмотрите, пожалуйста, часик уделите, когда обсуждалась повестка дня. И на прошлой неделе, и сегодня. И вот вы увидите, какие темы мы подняли. По Днестру, по строителям этих ГРЭС, по миллиарду, и по нашей инициативе должны были пройти вот эти слушания. Это же ваша работа, депутаты парламента. Совершенно верно. Но вы говорите, что вот только стадион. Нет, не только стадион. По вакцине, по этим... А по МАИБ? А по аэропорту? Что вы понимали? И что там было? Вот сегодня. И что вы решили вот по этим вопросам? Посмотрите заседание парламента. А как прошло вот эта приватизация? Как прошла приватизация? Вот вы не хотите смотреть, вы не информированы. Я не информирован, конечно. А приватизация прошла. Так будьте добры, когда приходите на передачу. А вы приходите и вы говорите сейчас, что вы борете за стадион. А вы когда приходите на передачу, хотя бы сделайте себе пару заметок. Ну, чуть-чуть. Я просто должна сказать телезрители. Но нас смотрят телезрители. Можно я скажу? Заседание парламента это такая вещь, когда представители оппозиции в самом начале подходят к микрофонам и называют, как правило, для повестки дня самые наболевшие вопросы. Вот те, о которых сейчас говорит господин Навак, вот все были сегодня названы. На самом деле. Вот они говорили, да. А потом, заседание это такая вещь, когда спикер ставит это на голосование. Вот догадайтесь, с первого раза, господин Боля, сколько людей поддерживает исправящие коалиции, вот внесение в повестку дня вот тех вопросов, о которых сейчас говорит... Когда у них есть общие вопросы. Говорит, говорит... И все подняли. Какие, к примеру, все поменяли, все, что вам нужно, вы меняете вместе. Нет, вы задали вопрос по миллиарду, по этим... Вы всегда голосуете вместе, когда вам это надо. Вы сейчас обслуживаете, в том числе ваших партнеров. Все, вы не помиритесь уже по этой, потому что каждый... Ну, конечно, не помиритесь. Я объясню, в чем проблема. Господин Боля врет и смирится с этим. Я объясню, в чем дело. Потому что вы не хотите оба, может быть, даже не оба, но как бы так, есть такие попытки, говорить на тему только стадиона. Вы все время предлагаете новые вопросы, вы все время их комментируете, а я все время хочу, чтобы мы говорили только на тему стадиона. Давайте вернемся на тему стадиона. Я предлагаю так. И мне очень оскорбительным показался ваш выпад, господин Боля, когда вы сказали, что это территория, по которой бегают собаки. На сегодняшний день. Да, это очень оскорбительно. Я неспроста сегодняшний эфир начала с того, что значит этот стадион. И он очень много значит для людей старшего поколения. И на этом стадионе выросли очень многие наши спортсмены. Я тоже там занимался спортом. Я был в сборной Молдове, в погребле Мояло. И если у вас сейчас не болит душа, значит, что у вас нет сердца. Болит душа. Давайте дальше. Хорошо. Я там занимался спортом. Когда мы говорим, тем более, я тоже там занималась спортом, и мне не все равно. И тем более, когда мы знаем, что участок в 5 гектаров, вот сейчас его судьба, вот так кулуарненько, вопреки тому. А у меня вопрос. А если бы это сейчас покупала бы Российская Федерация, вопреки тому, что говорила ваша лидер, а ваша лидер как раз сказала, что такие вопросы так просто не решаются. Она, в отличие от вас, не обращалась к законодательной базе. Она говорила, что эти вопросы должны только путем консультации с гражданским обществом. И что, я не сказал об этом? Нет. Вы прицепились ко всяким юридическим, понимаете? Если бы вы сейчас сказали, давайте вот мы будем советоваться с обществом. А уже ж подно-то. Это предусматривает закон, вы понимаете? Ничего он не предусматривает, уже есть решение. Господин Новак, не предусматривает закон обширный. В данном конкретном случае, в законе написано, что перед продажей должны проконсультироваться с гражданским обществом. Про чей закон? Не написано это? Написано. Написано. Так и все? Не нарушено. Мы в том числе сегодня об этом говорили. Написано об этом. Мы говорили, публичное слушание? Нет. Мы сейчас пытаемся понять, что говорила Майя Санду о том, что должны пройти широкие консультации с гражданским обществом. Людмила, Майя Санду закроет глаза на все, что угодно. На нарушение Конституции, на нарушение международной декларации по правам человека. Закроет глаза на закон о физической культуре и спорта и так далее. На все постановления правительства, дабы не потревожить посольство США. Понимаете? Это болезненная тема для них. Была бы другая, был бы другой вопрос. Вот вы что сказали? Мне интересно, вот сейчас, когда мы заговорили об американцах, еще один момент. Вот смотрите, ведь когда они видят то, что происходит, один раз в сердцах господин Петит не выдержал. И в эфире одной программы и сказал, я не понимаю, я не понимаю вот этих молдаван. Вот что для них не делаешь, какие деньги в них не вкладываешь, а они все равно в сторону России смотрят. Понимаете? И тут как бы многие написали потом в качестве комментариев, что очень жаль, что посол так и не понял самых важных вещей про нас, про молдаван. Что дело не совсем в этих деньгах, что нам важно в этой ситуации, чтобы к нам прислушались, чтобы Соединенные Штаты показали, что им не все равно. Раз есть люди, которые против, раз такие дискуссии в обществе, значит давайте мы, как страна, которая претендуем на роль самой демократичной державы, давайте мы будем с вами советоваться. Мы будем вызывать вас в посольство, да, а может не в посольство. Мы будем сидеть и говорить, а может другой участок найдем, а может не 5 гектаров, а может по-другому. Понимаете? Этого же не было сделано. И что все это значит? Соблюдение законодательства Республики Молдова. Вы требовали, ваша партия требовала это? Этого же не было сделано. У нас есть на нашей официальной странице, что должно быть быть в этом незаконно. Обратилась к посольству США для того, чтобы посольство США, потому что чисто политически можно обратиться, это даже не официально. Чисто, ну, чтобы люди поняли, что вот мы требуем, мы вот соблюдаем закон, и мы требуем от посольства, чтобы они тоже соблюдали закон. Мы требуем, чтобы посольство США прислушалось, наконец-то, к мнению народа, а народ действительно не хочет, чтобы там построили. Они не против, чтобы построили в другом месте. Ради бога, пускай и строят, если им действительно нужно. Но зачем именно на стадионе? Вы обратились, вот, ну, не вы лично, ваша партия, партия действий солидарности, Майя Санду. Нет, я думаю, что нет, мы озвучили свое официальное отношение к этому делу. То есть вы не обратились? Должны быть переговоры с населением, должно быть полностью, полностью, должно быть распоряд. Вы мне напоминаете мне Марьяна Личалупу, когда вы начинаете вот так, и так, и сяк. Что значит? Я сказал нет. Не обращались? А будете? Если будет нарушен закон, конечно. Так он уже нарушен, я вам указал, что нарушен. Давайте дождемся до конца. Давайте, я вот беру на себя обязательства, я вам вышлю все, все статьи, все законы, что было нарушено. И я хочу увидеть от партии действий солидарности обращение, вот, не знаю, к послу, или к посольству, или проводите пикет, там, решать вам, да, под какой формой. Но хочу посмотреть, какие действия. Вы сказали, что у вас есть юристы, я могу направить сразу юрист. Ну, конечно, есть. У вас есть юридическое образование. У партии любое есть. Не надо, я не юрист. Я никогда не представлялся юристом. Хорошо, вы не юрист, но у вас есть юристы, которые смогут вам растолковать все те статьи высшего закона, конституции и ряда других законодательных норм, которые были нарушены. И на основании этого у вас будет полное моральное и юридическое право обращаться. То есть, да, вы требуете справедливости, в конце концов. Нет проблем вообще. Как ни крути, но США источник демократии. Нет вообще у нас с этим проблем. Вообще. Вот смотрите, вы имеете право, Горис, мы посмотрим. Конечно, мы все будем сейчас следить за этой ситуацией. Вы, я, господин Навак и все вокруг. И ситуация на сегодняшний день какова? Переголосовано. Отправляют это все президенту. Так? На промулигацию? Или не промулигацию? Я правильно сейчас понимаю, вот после того, что произошло после этого стадиона? Вот, я не знаю, как поступит президент. Если у вас есть информация, как Игорь Николаевич наберен поступить, то скажите, если нет, если он в раздумьях, то мы подождем. Но просто это будет красная уже нить, красная линия, после которой вы тоже должны будете как-то обозначить свою позицию. И для вас что будет важным? Чтобы страдал ваш политический оппонент, президент, чтобы они опять сделали то, что они... Либо какие-то другие собрали. У нас вообще нет таких планов, чтобы кто-то страдал от наших действий. Для нас важно, чтобы в конечном итоге в Республике Молдова хоть раз, хоть один раз начал действовать и работать закон. Понимаете? Вот, хоть раз. Спасибо. Вот видите, вы вернулись к началу нашей программы. Да, хоть раз. Он должен начать работать. Значит, уже мы не говорим, что Конституционный суд у нас такой гениальный. Мы уже говорим хоть раз. Нет, я говорил с юмором про Конституционный суд, во-первых. Это был юмор. Это был юмор. Приведу простой пример по поводу двойных стандартов. Вот теперь говорю, я полностью на вашей стороне. Да, пожалуйста. Про двойные стандарты. Хотите, вот просто, вот то, что свеженько-свеженько. Вот буквально недавно все случилось. Вот было, мы не будем сейчас конкретно говорить на эти темы, но вот буквально недавно были высланы из страны вот эти преподаватели... Всем преподавателям, да. Вы опять сменяете все. Не, не, не меняю. Не меняю. Вы протестовали, да? Да, мы протестовали. На днях был выслан еще один, Георгий и Симеон этот, ну, унионистов. Румынский гражданин. Вы протестовали? Нет. А почему? Двойные стандарты? Почему двойные стандарты? А как почему? То же самое, вот со стадионом. Тут неудобно, вот и молчим. Там удобно, там вот критикуем и кричим на все горло. Ну, наверное, мы изучим документы, посмотрим, почему это случилось. И там должно быть обоснование от государства, почему. Так оно и в том, и в другом случае есть. Нет, нет. А в том, нет. Ну, а как? Ну, в том и в другом случае. Секундочку. Ну, в первом случае, кто их выбрал? Вы согласны, что этот гражданин нарушает Конституцию Республики Молдова? Вот какой гражданин? Семен, Семен. А что он нарушил из Конституции Республики Молдова? Что? Вот мы должны изучить документы. Вы понимаете, что вы, как депутат, В Конституции написано про суверенитет. Нет, я понимаю, что вы говорите про суверенитет. Про независимость. Я понимаю, но у нас пол, за Днестром там полстраны нарушает законодательство Республики Молдова. Семену не из Днестра приходят сюда, а из Румыни приходят. Не смотрите сюда. Чтобы говорить вообще, нужно смотреть документы. Всегда надо смотреть на документы. Что там написано? Почему его выдворили? Каким образом? Там его еще и избили. Вы понимаете? Вот я смотрел там в Фейсбуке, он был избитый вообще. А вы суверенитет, чтобы определили по фотографии? Нет, но там была кровь. А может он головой в чан повидал? Нет, тогда я скажу юридически правильно. Хотя я не юридически. Не показалось, что его избили. Может он пьяный упал? Ну вам показалось, вы утверждаете такое. Вот я говорю, что может показалось. Как могли власти Молдовы дать в руки румынским полицейским избитого их гражданина? Ну я не знаю. Поэтому надо смотреть до конца все. Утверждаете, что избили его? Я сказал, что увидел в Фейсбуке на его лишний день. Нет темы сегодняшней передачи. Я вот сразу попросила вас двоих, чтобы мы по теме сегодняшней говорили. И я хотела бы продолжить. Вот смотрите. Теперь по поводу того, почему посольство Соединенных Штатов так настаивает на этом участке. Видит, что происходит, но настаивает. Есть масса версий. Я одну вам зачитаю. Достаточно популярную. Сергей Монастырлы, эксперт. Он утверждает, что здесь есть определенная символика. Расположение посольства США на огромном участке, прямо в центре столицы, демонстрирует силу этой страны и статус Республики Молдова как подчиненного государства. Это место в Кишиневе является значимым и символичным. Метрополия располагает свои представительные органы в колонии таким образом, чтобы каждый мог видеть, подчеркнул Монастырлы. Это его мнение. С ним можно соглашаться или не соглашаться. Вот мне интересны теперь ваши комментарии. Зря ли Соединенные Штаты настаивают именно на вот таком расположении своего посольства? Или все-таки здесь что-то есть? Господин Навак. Да. Действительно, я в начале передачи говорил им. Они настаивают на этом участке, потому что, во-первых, хотят показать, что, ну, как говорят в том фильме, мы самые лучшие на районе. Это должны быть крутые на районе. Они, во-первых, самые лучшие в мире, насколько я их знаю, как экономика вообще первая. Ну, за короткий период Китай обогнал. Не то, что на районе в Молдове. Вы знаете, какой внешний долг США вообще? А давайте я скажу так. Самое лучшее в мире это Молдова. Вот я патриотично скажу. Совершенно верно. Согласна. Согласна. Оба. Помирила. Дальше. На самом деле, это большая уступка наших властей. Это возврат долга. Возврат долга. И это личная прихоть Госдепа. Потому что без Госдепа тут ничего не происходит. Посольство США, это хотим и не хотим, но это так. И то, что им на сегодняшний день позволит в радиусе, большого радиуса прослушивать всех и вся, те, откуда… Было бы что слушать. Было бы что слушать. У нас, слава Богу, есть кого слушать. То, что касается вот этих моментов, и вы лучше знаете меня. Вы видели, какие у них машины, эти доджики, которые напичканы прямо аппаратурой. Потому что у меня был случай, когда вот прямо прервался чуть не телефонный звонок с пробки днем. Вам не сказали, что вам нужно говорить, не подсказывали? Ну тогда все не так плохо. Это слушали наши, потому что наши настолько непрофессиональные, у них техника старая. Думаю, у американцев хорошая техника. Ну да, с дипломатическими номерами едут, может быть, не исключено. Но на самом деле это печально, потому что вот те даже, скажем так, партии правого толка, которые прямо целуются в десна с нашими заокеанскими друзьями, никак не отстаивают интерес нашей страны в первую очередь. И даже никто ничего не потребовал взамен, как я начал говорить в начале передачи. А вот вы потребуете 5 с чем-то гектаров в Вашингтоне? Мы никому ничего не давали, чтобы требовать возврата. Мы сегодня уже все проголосовали за это. Они проголосовали. Да, они проголосовали. С нарушением закона, со всеми этими, ну проголосовали. Вы будете требовать? Вы же с ними друзья. Мы тоже друзья. Ну не настолько близко. Друзей, но они настолько близко. Вы были в Америке, я не был. Кто друг с американцами? Меня никто не приглашал, а вот вас пригласили. Да, конечно. Какой интересный критерий дружбы. Я никогда не была в Японии, но очень уважаю этот народ. Ну, судя по Вашей логике, я совсем им не друг, а мне это не нравится. Я очень уважаю японцев. Пожалуйста, господин Новак, да. И вы, вы как партии, которые, вот мы тоже, они для нас тоже друзья, скажем так. Но вы больше дружите с ними или в лучших отношениях. Понимаете? Вы, скажем так, как в Гареме, там есть вот любимая жена, вторая жена, да? Не надо, лучше таких ассоциаций, да, господин Новак. Образно говоря. Да, совсем образно. Есть ряд партий, которые, вот, они даже не скрывают за... Есть ряд партий, которым проще вести диалог, да? Проще договариваться, проще понимать друг друга, да? Да. Значит, есть такие партии с определенными странами. И у меня, как бы, я не знаю, ну, я вот вряд ли ошибусь, если скажу, что вашему лидеру будет просто договариваться с представителями Российской Федерации. Непросто. В то же время все прекрасно понимают, судя по ее визитам, в Соединенные Штаты ей проще, да? Вот она встречается. Мы видим, мы не говорим, мы не говорим, что это плохо. Мы не говорим, что это плохо. Просто Григорий намекает на то, что вот могла бы она в интересах Молдовы, на этих своих высокопоставленных встречах поставить вопрос, так сказать, уважаемые американцы. Мы вас ценим и любим, мы уважаем. Смотрите, мы вам 5 гектаров, а вы вот нам вот. Давайте тоже. Если это будет в интересах Молдовы, парламент постановит такие... А разве это не в интересах Молдовы, то, что я сейчас говорю? Если это интересно Молдове, мы сможем содержать это. Господин Боля, соблюдение закона в интересах Молдовы? Я согласна. Если даже с Белым Домом. Раз уже уступили вот этот стадион 5 гектаров с чем-то с лишним в Вашингтоне в интересах Молдовы? Конечно. Конечно. Ну раз это так, то вы должны как партия действовать. Вы же действие, не солидарные. Про что мы говорим сейчас? Про какой-то бред, понимаете? Почему бред? Ну какой-то бред. Вы понимаете, какой ущерб был нанесен бюджету? Это просто бред. И что? Это мы нанесли этот ущерб. Нет, секундочку. Мы тоже его не наносили. Вы являетесь членами парламента. Вот мы и воюем с ними. Боритесь в этом парламенте, деритесь с ними, убивайте их там. Ну не физически, а политически. Мы вносили поправки. Мы бойкотировали. Мы сегодня даже сорвались заседания парламента. Вы приходите в передачу и говорите про нашу партию, чтобы мы просили американцев, каких-то 5 гектаров. Какой-то бред несем вообще. То есть вы не хотите с ними ссориться? Зачем ссориться? Мы сказали, нужно выполняться законодательство Республики Молдова. Ну вот она не выполнилась. Вот она не выполнилась. Ну и все. Ваши кураторы это же. И после этого мы примем официальное решение и поставим. Я поняла. Это же ваши кураторы. Что значит наши кураторы? Вы же с ними всегда договоритесь. А ваши кураторы кто? У нас нету, мы про Молдавская партия. Ну мы тоже любим Молдову. Ну вот видите. Я могу. Мы тоже любим Молдову. Я только одно хочу сказать. Во имя любви Молдовы, вот можете попросить у посольства США, чтобы оставили старифов покой. Если это будет интерес, как Молдове и Молдове нужно будет, попросим 10 гектаров. Если мы будем настолько богаты, чтобы содержать. Я лично попрошу. Все. С Трампом я его лично попросил. С Трампом. Зачем с Трампом? Трамп далеко. Вот можете тут посольство недалеко. Я только единственное, что хотела сказать. Я действительно пыталась понять позицию господина Боля. Потому что позиция господина Навака была уже как-то мне известна. Он говорил об этом не раз. Вот вы знаете, одну только могу сказать вещь. Политика это такая вещь, сама по себе. Когда вот такие вещи, о которых вы сейчас говорите, что вот мы изучим, мы посмотрим, мы вот так, какое решение примут, а потом вот так. Если вы будете так рассуждать, вам никогда не видать успеха. Потому что политика это такая вещь, когда иногда нужно принимать решения мгновенно. Здесь и сейчас. И у вас должны быть такие юристы, которые... Вот я просто, я советую, вы можете вообще это не прислушиваться. Но тем не менее, такие юристы, которые изучают повестку дня каждого заседания парламента, и у вас должно быть сформировано четкое мнение. Это хороший законопроект или плохой? Вот тогда, возможно, какие-то изменения. Но это опять же мои советы. Я благодарю вас. Видите, даже голос сел в конце программы за то, что вы пришли. И мне кажется, что эти беседы доказывают, что надо обсуждать вопросы. Видите, как парламентская партия, не парламентская. Вопросы есть. Я рада, что вы хоть впервые имели возможность... Да нет, мы встречали все услуги. Ну да, но не у нас, по крайней мере. У вас, да. Время подводить... Кстати, жаль, мы очень часто зовем представителей вашей партии. И не всегда... Неправда. Вас звала, даже есть доказательства СНС, что вы не отвечали. Поэтому я говорю, приходите, пожалуйста, мы готовы. Результаты голосования. Григорий Навак, 345 голосов. 6. Владимир... Ну, 6. Да, правда. Владимир Боля, спасибо. Это было важное уточнение. Владимир Боля, 25. 7. 5. У Владимира Боля, 25. Все, не путайте... У меня 47. Не путайте меня, не путайте телезрителей. Вот так распорядился зритель. Спасибо, что пришли. Приходите, будем спорить. В споре рождается истина. Спасибо за это. Вы смотрели программу «Удела принципа» и желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!